вы говорите вода холодная вода не жаркая 23 самое то но как видите в ялте сегодня опять вода мутненькая хочется пыхать другое место так что я хотел сказать у меня появился аккаунт в инстаграме это выкладываю всякие фоточки будущих видео типа скриншоты кому интересно что почек что именно будет следующих видео подписывайтесь на мой инстаграм ссылка будет в описании а сейчас просто смотрим на море еще такая новость забавно я бы сказал у нас крыма 35 за уголков зоопарков дельфинариев в общем там где животные рыбки всякие и только один из них имеет лицензию на работу до конца года нужно лицензии получить как говорит один из наших ялтинских блогеров фирменный круговой обзор надеюсь вадик не обидится может быть на мотосандовском вода почищена у меня уже тянуть поехать другое место если вы не против поехали добрый день уважаемые друзья как видим надвигается туча как раз туда куда я хотел поехать придется отложить эхо от того потопа ялтинского лишь как погнуло трубы здравствуй дедушка мороз борода из вас ждем новый год елта город счастья вот кто сейчас скажет в чем счастье елты спрашиваю и местных и приезжих тесно ваше мнение слушайте я на троллейбусах не катался с 87 года но я считаю это сверх медленный транспорт что-то захотелось вспомнить те времена когда не было еще бешеных маршруток бритву троллейбусы ялта симферополь прокатиться приехал специально грузов это остановка приятное свидание вот видите и в крыму бывает непогода я что-то говорил не поеду не поеду захотелось покатиться на троллейбусе вот приехал вообще у меня была мысль пройтись по грузов до моря сплетиться но не пойду один шанс из пяти что это дождь поймает сейчас просто посмотрим сверху и поедем обратно куда-нибудь о гляньте пустая совершенно пустое кафе а чё такое но вечером тут свободных мест не бывает а а а а а а и а а вернулся обратно в ялту не интересно вам интересно такие беготня вот такая в погоне за красивым морем и солнечной погодой напишите в комментариях мы все еще на автовокзале кто-то спрашивал а если тут камера хранения ну конечно же есть даже могу показать вот она на нижней станции кстати этот туалет который тут внизу как закрыли его начале лета и чё там не делают хорошо внизу туалет не работает только на третьем этаже ну или на троллейбусной станции но платный так никуда не поеду позвоню сейчас так уж у знакомых семейц говорят нас тоже пасмурно поэтому пойду в город куда-нибудь на мосандовске там посижу возле воды поснимая море тут на день города включали фонтаны побрызгали немножко не знаю сколько может месяц я приехал их отключили какая печаль это площадь советская горосполком и аймакс кинотеатр аймакс слева дом торговли магазин магазины в общем всякие несколько этажей а мы идем на массандровске может дальше пройдем туда да им туристов столовая паприка все время прохожу мимо можно посмотреть цены а 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 что-то показалось дорого зайду сюда в гостиницу крым я все время рекламирую а сам там ни разу не был попробую не отравиться в а а а а придется работает а а Голубь зашел прямо с того гулять. Ну, что сказать, дешево не значит вкусно, но съедобно. Вот тут мы как раз идем на Массандрске, по дороге нам еще одна столовая, называется «Сирень». Она какая-то прям диетическая, но совсем с продуктами беда. Одна вода во всем, а то дешево, еще дешевле. Теперь я уже думаю, в эту столовую ходить, когда на Массандрске идешь или в ту, где Крым. Там, что интересно, приятно обслуживают. Хорошая порция. Ну, в общем, как говорится, на любой вкус и каша. Это, забыл, не помните, это улица Рузвельта. Единственная улица в Советском Союзе, которая названа именем американского президента. Когда он что-то приезжал, наши так расчувствовали, что дружба-жувачка, все такое. Ну и назвали и улица Рузвельта. Тут по пути еще одна столовая, и там еще одни цены. А, столовая по-домашнему. Ну, все равно поснимает цены. Вот, начинается. Ну, вот, начался дождик. Беда. Сейчас людей разгонит, будет никого на пляже, и нормально поснимаем. Кстати, вот эта вот шведская линия, типа, 89 рублей за 100 грамм. А когда голодный заходишь, берешь грамм 400, не меньше. Когда сюда съел, вроде опять голодный. А дождь все усиливается, а народ не расходится. Как видим, в елке дождик. Народ купается. Кафе Лан Гог, аншлаг. Идет дождь, все попрятались. Дело тут почти не видно. Надо к морю спуститься. Кафе Лан Гог, аншлаг. Зря я, наверное, мотался вчера в Олубку, искал прозрачную воду. Вот она, на Масандовском пляже. Субтитры делал DimaTorzok На этой ноте мы и закончим. Большое спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...